Разноцветные шары на этой праздничной ёлке в этот раз не главный атрибут грядущего Нового Года. Главное тут открытки. На них дети из детского дома-интерната «Журавушка» написали свои желания. Ребята просят Деда Мороза подарить планшет, куклу, шкатулку или кресло-мешок. Исполнить мечты и поучаствовать в акции может любой желающий. Любой желающий может подойти, взять с ёлочки вот этот шарик, увидеть в нём пожелание ребёнка, посмотреть фотографию на баннере, рядом расположенной, на которой этот ребёнок, и купить эту игрушку и подарить, передать в руки нашим волонтёрам. А мы, в свою очередь, передадим всё это нашим ребятам. Петя в подарок попросил книжки и машинку. Его открытки сняли сотрудники Республиканской юношеской библиотеки. Коллектив скинулся деньгами и исполнил мечту мальчика. Мы тебе приготовили вот такую машину. Вот какая машина, посмотри. Это машина, ещё на ней танк. Тебе нравится? Да. Это замечательная акция. Эти дети, конечно же, оставшиеся ещё и больными, ещё и без родителей, вызывают у каждого, наверное, гражданина сочувствие. Я хочу, чтобы больше было подарков сегодня. Многие откликнулись и подарили хорошие подарки детям. И сделали новогодний сюрприз и Новый год детям. За праздничное настроение на открытие акции отвечали артисты Дома творчества Железнодорожного района. Ребята подготовили представление похищения тигрёнка. Мы с удовольствием откликнулись на просьбу директора Дома-интерната Журавушки, чтобы провести такую замечательную новогоднюю акцию, как Ёлка Добра. Сколько детей сегодня задействовано? Сегодня у нас задействовано три коллектива, порядка 30 человек. Ёлка Добра в холле Кэпитал Мол простоит до тех пор, пока на ней не закончатся открытки с пожеланиями. Руслан Хороших, Сергей Медведев. Новости дня.